Я посмотрю, как вы запрыгаете, что не было воды, не могли потушить. Куда детей денете? Пять детей, пятеро детей, просто на улицу. Вот вы не представляете, они жили на копейки просто. Какой ужас! Кто же разрешил там усыновлять детей этим людям, у которых нет даже воды? Вот куда уходят бюджетные деньги? Совершенно непонятно, каким образом осваивались эти деньги, потому что запроектированные работы, очевидно, не выполнены до конца. На прошедшей неделе обострилась старая проблема бывшей деревни Романовки, а теперь части Демского района. Проблема эта с водопроводом, и вообще проблема эта действительно очень старая. Это одна из тех проблем, которая досталась городу в наследство еще от Качкаева. А дома как спички, вы построите этот дом, а потом он у вас сгорит. Я посмотрю, как вы запрыгаете, что не было воды, не могли потушить. Куда детей денете? Вы все живете в шоколаде, а здесь вы думаете, что все? Тянется она с 2005 года, когда эта деревня была присоединена к Демскому району. В 2005-2006 году были проведены проектные работы и запроектирован водопровод в деревню. Прошло 13 лет, водопровода до сих пор нет. У всех, во всех дворах есть скважины, и вода вот у всех такая в колодцах. И вот во что превращаются эти фильтры, мы сдавали анализы воды. Здесь очень большое количество железа, марганца, жесткость очень большая, мутность, светность с запахом. Здесь, потому что болото, где вот этот микрорайон находится, здесь болотистые места, поэтому вода вот в таком состоянии. А зимой она вообще коричневого цвета бывает. В составе воды также есть нитраты, хлориды, сульфиты. Поэтому им даже купаться, и очень большая аллергия у детей, и очень, ну, то, что кожа руки, вот у меня, вот можете посмотреть, в каком состоянии руки. Пока я сюда не переехала, здесь такого не было. Вещи стирать невозможно, пользуемся привозной водой. Фильтры, если устанавливать, то очень дорогие фильтры, которые больше полумиллиона стоят. И обслуживание у них очень дорогое. В квартал не меньше 100 тысяч рублей потратят. Не у всех есть возможности оплачивать такие расходы. В этой части Демского района регулярно происходят пожары, дома выгорают дотла. И одна из причин тому отсутствие воды для тушения пожаров. В прошлом году сгорел дом, вот он, кстати, рядом, где мы снимали первый ролик. Там выгорел дом, там снимали тот дом. Пять детей, пятеро детей, просто на улицу. Вот вы не представляете, они жили на копейки просто. Люди очень тяжело жили. Там мама работала на трех работах. Копейки вот эти прям, копеечку, копеечки. И они просто сгорели. Мы все каждый раз, знаете, выходим в таком ужасе. Каждый раз это как-то вечером в основном случается. Мы вся деревня сбегаемся, стоим и не знаем, что делать. Вот просто вот. И нас никто не слышит. Даже выиграв суд, имея на руках решение суда, бездействуют судебные приставы. Их просто невозможно дозвониться, до них невозможно достучаться. И у нас нет надежды, что решение суда вступит в законную силу как-то. Кроме того, качество подземной воды, которую жители этого микрорайона добывают самостоятельно из своих скважин, это качество ужасное. Вода непрозрачная и содержит, очевидно, какие-то вредные вещества, запах и прочее. Многие жалуются на то, что даже ребенка невозможно помыть. Привозили, да, покупали. Кипятили. Кипятили. Осадок остается все равно, поэтому решили привозить. Покупаем для питья. Вот в начале улицы у нас есть магазин, грубо говоря, киосок. В этом ларьке покупаем для питья. Кипятим мы уже ребенку тогда даем. А мы привозим, с колонок идем, по-другому никак. Когда жители Романовки ездили к Милане Скоробогатовой, во время общения в офисе омбудсмена произошел совершенно показательный случай. Они изложили всю эту проблему, проблему с водой, что маленькие дети, что даже в этом микрорайоне есть некоторое количество усыновленных детей, и что они страдают без воды. Вместо того, чтобы как-то начать заниматься этой проблемой и ходатайствовать в какие-то инстанции и прочее, Милана Маратовна вскрикнула. Какой ужас! Кто же разрешил усыновлять детей этим людям, у которых нет даже воды? И тут люди вздрогнули, потому что было ощущение того, что сейчас начнут еще и детей отбирать. Кроме того, что не сделали водопровод, еще и усыновленных детей начнут возвращать по признакам того, что они живут в непригодных местах. Они видели возгорание, у них воды не было, свет отключился, замыкание произошло и сразу вспыхнуло. Они видели, что горит. Два ведра воды бы, дом бы не сгорел бы, с тремя детьми не остались бы на улице. Это вот в миг произошло, понимаете, они видели, как здесь сгорело. Вот водя сгорел, там дом сгорел. Каждый год все горит. Приезжает пожарная машина, пять минут воды нету, да? Потом опять ехать набирать в Демму надо. В Демму доехать 17, сколько километров получается. У нас есть полномочия нашей администрации района. Понимаете? Даже при том ограниченном количестве асфальта мы нашли небольшой объем, чтобы какое-то количество асфальта вам отремонтировать. Но вопрос водоснабжения. Это проблема, да, проблема и районная тоже. Я так понимаю, накал страстей очень даже существенный. Люди за 13 лет уже разуверились во всех обещаниях власти. И немножко разобравшись в той схеме, которая здесь применилась в части строительства этого водопровода, мы поняли, что достаточно существенные деньги были фактически зарыты в землю, потому что почти до самой кромки этого микрорайона доведена ветка водопровода, и этот водопровод фактически зарыт в землю, он не работает. Это вот проведена труба, это конечная точка в Деме, там начальная точка. Вот несколько вот таких колодцев сделали, я вот первый раз вижу, что здесь вода стоит, она не гидроизолирована, не герметична. Как они там краном будут подходить, как все это будет делаться, а это же колодцы на случай каких-то аварий. Ну да, но там в любом случае должны распределительные краны быть, чтобы в любой момент можно было всю деревню, грубо говоря, отключить, что-то врезать. А зачем тогда эти колодцы нужны, если... Если к ним никакого подхода туда нет. Вот куда уходят бюджетные деньги. Совершенно непонятно, каким образом осваивались эти деньги, потому что запроектированные работы, очевидно, не выполнены до конца. Абсолютно непонятные ответы поступают из всех инстанций, куда обращаются жители. Сумма необходимая для того, чтобы завершить вот это вот водоснабжение этой части Демского района, на самом деле для города смехотворное. 37 миллионов необходимы для того, чтобы полностью обустроить вот эти 300 домов и более тысячи жителей, которые проживают в этой части Демского района, чтобы они могли пользоваться нормальным, цивилизованным городским водопроводом, потому что вообще они находятся в черте города и платят они налоги и всевозможные сборы и так далее по городским тарифам, а живут, однако, в каких-то средневековых условиях. Кроме того, нам стало известно, что городская администрация, которая, в общем-то, испытывает дефицит финансовых средств, особенно после ШОСа, который, в общем-то, опустошил казну города и вогнал город в какие-то совершенно кошмарные долги, так вот администрация обращалась несколько раз к республиканским властям. Прошу вас оказать содействие выделения средств в сумме 36,5 миллионов, исключить строительство сети водоснабжения в республиканскую адресную инвестиционную программу. Республиканские власти остались безразличны к проблемам жителей вот этой бывшей деревни Романовка. Очень непонятно ведет себя администрация Демского района. В общем-то, я бы сказал просто по-хамски, потому что в беседах с жителями этого микрорайона звучит примерно такая логика. А зачем вы здесь поселились? Представители Демского района, администрации, должны знать о проблемах жителей этого микрорайона. Мы относимся к Демскому району. Я неправильно говорю? Я правильно говорю. Вы правильно говорите, я вас не слушаю. Вы понимаете, от того, что люди не хотят, вы, представитель администрации, не хочет нашей проблемой вникать, это не значит, что не надо их решать. Послушайте, есть компетенция администрации района, конкретного района? Я понимаю, не вы выделяете деньги, если вы отвечаете на те вопросы. Послушайте, давайте так, у меня сегодня выходной. Вот я сегодня приехала для того, чтобы какие-то свои вопросы, то что я... Лучше бы вы не приезжали, может быть, если вы не в курсе этого всего. Вы заделись по 14 миллионов, я не поймал. Вот никто тут не поймет. 14 миллионов выделили и на воду не провели. Где они эти деньги? А дома как спички горят. Насколько я понимаю, ни господин Плотников, ни его подчиненные активных действий по решению этой проблемы не предпринимают. Я полагаю, что и прокуратуре нужно обратить внимание на эту ситуацию, хорошенько разобраться, как были исполнялись эти все решения, которые были приняты еще при Качкаеве. Кроме того, есть решение суда, которое обязывает администрацию устроить в течение года этот водопровод. И решение суда вступило в силу 23 января 2018 года. То есть есть еще полгода на то, чтобы заняться этой проблемой. Субтитры создавал DimaTorzok